Солдат умирает дважды. При выполнении боевой задачи и когда его забывают. И именно для того, чтобы память о подвигах наших соотечественников жила вечно, ветераны спецподразделений подрастающее поколение 29 августа собрались на площади Победы в Саранске. Сегодня мы собираемся отмечать День спецназа в России. Впроченная традиция спецназа продолжается. И сегодняшний спецназ достоин своих ветеранов. И вот сегодня мы видели, дети пришли честовать наших ветеранов, в которых продолжается гвардейская смена. Ровно 47 лет назад в войсках правопорядка было создано первое подразделение спецназа. За это время тысячи отважных мужчин отдали свои жизни, борясь за мир. В Саранске их память почтили минуты молчания и возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в локальных войнах. Каждый павший солдат – пример для подражания для молодежи. Нам показали видео кадетов гвардейской смены из другого региона. Это нас очень вдохновило. И мы тоже захотели заниматься военной подготовкой. Мы – будущее спецназ, мы – будущее нашей страны. В стенах мемориального музея участники встречи поделились историями со службы, рассказали о павших товарищах. Для всех собравшихся эта встреча важна. Ребятам, которые уже в столь юном возрасте доказали свою преданность стране, в торжественной обстановке вручили медали «Юный защитник». Свой путь юноши и девушки уже выбрали. И этот путь – Родину защищать. Спецназ – это элита нашей российской армии, которая выполняет контр-эстетические операции в нашей стране. Также за ее рубежом несет мир во всем мире. В честь дня встречи ветеранов спецподразделений в музей военного и трудового подвига были переданы бронежилет, шлем и ботинки. Совсем недавно эти предметы обмундирования вернулись из зоны проведения СВО, где бойцы спецподразделений и сегодня выполняют свой боевой долг. Увидеть своими глазами экипировку воинов можно в постоянной экспозиции музея. Кристина Стомина, Дмитрий Малахов. Народные новости.